всем привет и добро пожаловать ко мне на канал сегодня мы с вами начнем подготовку осенне-зимнему сезону и я уже сделал для вас подборку первых самых очевидных таких трендов которые будут этой осенью почему именно сейчас во первых потому что есть распродажи и вы еще что-то можете добрать на распродаже чтобы сделать свой гардероб актуальным во вторых потому что сейчас нужно начинать готовить гардероба осени и поэтому я вам очень рекомендую смотреть это видео находясь непосредственно около своего шкафа вы много еще посмотрите разных видео на youtube о том что сейчас моден красный что моде огромные банты и так далее но это никак не отразится на вашем гардеробе я же всегда за то чтобы те знания и та информация которая идет с моего ютюба чтобы все это сразу находил отражение ваших шкафах поэтому я подобрала такие тенденции сезона которые вы можете сразу же легко взять себе на вооружение и внедрить в свой гардероб поэтому сегодня мы не будем говорить каких-то расплывчатых общих тенденциях типа красного цвета а мы будем говорить о конкретных стилистических приемах которые можно использовать своем гардеробе если вам это интересно обязательно смотрите это видео до конца но у меня еще есть для вас хорошая новость для тех кто давно хотел увидеться со мной живьем я еду в европейский тур с мастер-классом стиль жизни онлайн будет 4 города хельсинки берлин барселона и амстердам и в этих четырех городах пройдут мастер-классы этот мастер-класс стиль жизни онлайн я веду вместе со своим коучем психологом юлию зиновьевой мы с юлей уже 7 лет ведем свои онлайн-проекты она свой онлайн-проект связан с психологией я свой онлайн-проект связан со стилем и моды кто не знает у меня своя онлайн школа и этот мастер-класс не о том как же организовать свой онлайн-бизнес воронки продаж и прочие схемы прикладные а о том как внедрить онлайн свою жизнь потому что мы на протяжении всех этих 7 лет рожаем детей смещаем работу и семью много путешествуем и вот все это будет в этом мастер-классе как же начать вот так жить если вам это интересно как постоянно создавать какой-то свой контент где находить на эту энергию креатив и так далее почему мы выбрали именно 4 города европы потому что стиль жизни онлайн это не просто сидеть в телефоне или снимать ролики стиль жизни онлайн это все жизни когда ты постоянно перемещаешься когда ты на связи со всем миром именно поэтому мы выбрали европейские города куда смогут прилететь приехать люди из разных других городов и так сейчас уже набирается потрясающая команда если вы живете в хельсинки берлине амстердаме или барселоне приходите а если вы там не живете задумайтесь о том что возможно именно поездка на такое мероприятие станет первым вашим шагом к выходу из матрицы как это в свое время сделала я создав свой онлайн проект и начав вести свою онлайн деятельность ссылки на эти мероприятия я оставляю внизу в описании этого видео 26 июля хельсинки 28 июля берлин 30 июля амстердам и 4 августа барселона и кстати в барселоне можно еще вот период сделать классные покупки потому что там как раз еще заканчиваются распродажи ну и я надеюсь что за время моего рассказа вы успели перенести ноутбук или телефон к своему шкафу и мы с вами прикладном формате начнем изучение трендов осень зима 2019 итак первый тренд про который хочу рассказать это на самом деле тренд следующей весны и следующего лета но уже в этот осенне зимний период можно его внедрять если вы любите быть просто на острие модных событий и этот тренд называется пастельные цвета в одном образе очень много дизайнеров в этом сезоне обратили именно на пастельные такие мятные конфетные тона и они классно выглядят именно в сочетании друг с другом мятный нежно-розовый нежно-голубой нежно-желтый все вот эти цвета мы замиксовываем в один лук что мне нравится в этом тренде что принципе если у вас есть такие оттенки в гардеробе вы можете просто соединить те вещи которые раньше не носили друг с другом вот если вы находитесь сейчас около своего шкафа сделайте это обязательно потому что возможно вам не хватает всего какого-то одного элемента для того чтобы этот модный образ сошелся я всегда говорю что мода первую очередь не в конкретных вещах не в объектных тенденциях а в том как мы вещи сочетаем друг с другом поэтому носить пастельные конфетные оттенки друг с другом в этом сезоне один из трендов попробуйте его воссоздать своем гардеробе я кстати говоря с легкостью сразу же собрала себе несколько комплектов потому что у меня был мятный жакет у меня была нежно-желтая футболка и таким образом все раз-раз и сложилось следующий тренд про то как мы в этом году будем носить сапоги он начался еще в прошлом году и многих конечно же шокировал потому что такого не было давно я сейчас говорю про тренд заправлять брюки в сапоги вообще ирония судьбы заключается в том что в россии для многих эта тенденция никуда и не уходила поскольку климат наш такой бывает непредсказуемым что иногда заправить брюки в сапоги это одно из самых логичных решений так вот слава богу наконец-то мы можем это делать официально и не прослыть не модными самое главное здесь правильно подобрать сапоги и брюки ни в коем случае не должны быть у вас брюки обтягивающие и сапоги обтягивающие так будет совершенно не модно мы с вами берем обычные брюки достаточно свободные которые свободно сидят по ноге не обязательно слишком широкие если вам не нравится гиперформа ну просто свободные брюки и заправляем их в сапоги которые тоже имеют какое-то расстояние между ногой и самим сапогом то есть и сапог и брюки должны иметь определенный объем и в этом-то собственно вся и фишка в идеале чтобы сапоги были на каблуке у них была гармошка чтобы это был такой образ немножко из 70 следующая тенденция на тоже про сапоги я кстати говоря этот ход использую вообще всегда независимо от того в тренде он или нет но на всякий случай решила вам еще раз про него рассказать чтобы вы сделали на этом акцент в этом сезоне сапоги если мы их надеваем с юбкой должны обязательно заходить внутрь это будет самое модное решение когда сапоги заходят под юбку или под платье но вообще если вы давно смотрите мой канал я убеждена что вы именно так и носите просто еще раз отметим что это актуально следующая модная тенденция про рубашку рубашку достаточно свободного кроя неважно белую голубую любого другого цвета мы будем использовать с вами как средний слой как прослойку я если честно в восторге от этой тенденции потому что она позволяет реализовывать мою любимую глобальную тенденцию многослойность но и плюс благодаря этой тенденции можно сделать уже достаточно скучные комплекты обновленными и более модными стильными поэтому если у вас есть объемная рубашка ну типа как у меня сейчас это просто белая рубашка достаточно объемного кроя или возможно вы заглянете в гардероб к своему мужу либо просто купить себе подобную рубашку то вы сможете создавать такие многослойные комплекты то есть например как это может быть это может быть футболка плюс рубашка растекнутая естественно и сверху например жакет не бойтесь того что рубашка будет торчать под жакет и в этом вся фишка в этом вся соль то есть должна быть такая многослойности капуста это кстати говоря отличное решение чтобы реанимировать офисные образы добавить моды в офисные образы плюс многослойность как вы знаете всегда отлично работает в странный такой период времени в начале осени часто бывает странная погода и непонятно как одеваться поэтому рубашка на футболку или рубашка на водолазку будет идеально работать в этот период времени ну и плюс вот этот второй или так скажем промежуточный слой в виде рубашки отлично будет работать с какими-то спортивными элементами а пускай это будут спортивные брюки джоггера например вот этот вот хитрый микс сейчас очень и очень актуален поэтому я с радостью взяла на вооружение надеюсь вам тоже понравится тенденция идем дальше следующая тенденция длинные брюки с плоским ходом во первых длинные брюки сейчас более актуальны чем брюки семь восьмых очень долгий период времени как вы знаете держался тенденция на укороченные брюки сейчас наконец-то пришли опять брюки длинные брюки в пол и мы их будем носить именно с плоским ходом с кроссовками с кедами с ботинками пускай они собираются в гармошку сверху пускай они будут такой немножко расхлябанный эффект это то что нам надо опять же мы можем просочетать это как с офисными образами например с жакетами и той же самой рубашкой объемной на выпуск если вы совсем совсем смелый вы можете носить подобного плана брюки с кедами например с платьями потому что тенденция платья плюс брюки никуда не уходит она остается и она еще долго долго будет с нами потому что я уже рассказывала что мода мужская и мода женская не движутся на встречу друг другу кстати говоря в этом сезоне я не делаю обзором мужских показов но тем не менее в этом сезоне очень много дизайнеров показали платья мужских коллекциях ну и вообще модные аналитики говорят о том что через 50 лет мужчин буду носить платье также как и женщин только платья не будут свои такие мужские платья ну окей не будем сейчас вдаваться в эту полемику в любом случае брюки вы можете миксовать как угодно и с платьями и с пиджаками и с футболками и конечно же с джемпером с высоким горлом тоже будет здорово смотреться в осенний период идем дальше total кожаный лук а в принципе эту тенденцию мы тоже носили уже в прошлом сезоне или по крайней мере присматривались к ней но в этом сезоне она уже в полную ногу в идеале чтобы кожа была черная поэтому если вдруг у вас на осенне зимний период завалялись какие-то кожаные брюки обязательно докупите к ним кожаную рубашку или докупите к ним кожаную куртку в общем идея в том чтобы весь ваш образ состоял из кожи но естественно чем более нестандартными формами будут обладать эти кожаные изделия тем лучше поэтому косуха тоже нормально работать будет но все-таки слишком базовое такое решение будет здорово если это будет какая-то объемная куртка или объемная рубашка сразу скажу что тенденция для реализации не из дешевых но тем не менее она классно работает ну и вообще кожа всегда осенью отлично носится потому что в ней тепло комфортно она не продувается и да конечно это может быть кожа ненатуральная не бойтесь этого совершенно сейчас современные технологии позволяют создавать такую ненатуральную кожу которая выглядит еще гораздо лучше чем натуральная за натуральной нужно очень сложно ухаживать у него могут вытягиваться коленки и так далее в общем деформации она подвержена больше чем кожа искусственная костюмная клетка совсем недавно мы с вами носили жакеты с костюмной клеткой и почти вся зара была вообще завалена несколько сезонов назад этими пиджаками если вдруг они у вас кстати говорят сохранились обязательно верните их в свой гардероб сочетается с водолазкой может быть опять же водолазка плюс рубашка расстегнутая на выпуск и сверху такой клетчатый жакет вот вам пожалуйста при тех же самых вещах новое прочтение и современная стилизация ну и также в такой расцветке этой костюмной клетки чаще всего эта клетка принц уэльский отлично будут смотреться пальто брюки жилеты и так далее так что если у вас что-то такое есть гардеробе обязательно смело используйте еще одна тенденция про жакеты и она связана с приталиванием наконец-то официально модное сообщество дает нам носить приталенные пиджаки и жакеты конечно же они не выглядят так как те приталенные жакеты которые мы с вами выбрасывали в начале лет помните я делала видео про стильные нет и говорила то что приталенные короткие жакетики нужно убирать из гардеробов они по-прежнему не актуальны а те которые актуальны они удлиненные если вы посмотрите показы то вот эти самые приталенные но модные жакеты они имеют достаточно активный плечевой пояс и хорошую длину вот такой жакет будет смотреться очень современно и актуально если вы как раз собираетесь например этой осенью покупать себе какой-то жакет вот рассмотрите вариант такого притального жакета он кстати говоря подойдет как фигурам приталенным так и фигурам полупрямым то есть что такое пол прямая фигура это когда в целом силуэт стремится к прямоугольнику но есть то ли тем не менее вот таким фигурам тоже отлично подойдет такой жакет а вот прямых фигурам которых талии практически отсутствует я бы не рекомендовала все-таки приталенные образы выбирать остаются в моде мужские жакеты мужские пиджаки если у вас прямой тип фигуры лучше обратиться к ним это будет гораздо более стильно не забывайте кстати говоря про длину длина для прямого типа фигуры должна быть обязательно закрывающая шаговую зону это кстати говоря не не из-за модных тенденций а просто это законно коррекции фигур остается в этом сезоне у нас такая модная тенденция как викторианство я уже вам про нее рассказывала викторианство очень красивая романтичная тенденция красиво смотрится в гардеробах в этом сезоне дизайнеры предлагают нам оставлять элементы викторианство и например носить какую-то блузу викторианском стиле с джинсами или кожаными брюками также мне очень нравится как викториан как блуза викторианском стиле смотрится всеми же самыми пиджаками освежают очень образ и более современно более интересно смотрятся те самые пиджаки Что такое блуза в викторианском стиле? Это блуза с воротником стойкая, она может быть здесь какими-то такими дополнительными деталями, у нее могут быть пуговицы, круглые, чаще всего обтянутые тканью, чуть более объемные рукава, а не фонарики, а такие больше похожие на буфы, манжеты на блузки или рубашки, достаточно широкие, хорошо облегающие руку. И что мне очень нравится в таких блузах, они очень и очень самодостаточные, то есть в принципе вы надеваете один слой одежды, но при этом образ выглядит законченным, поэтому присмотритесь обязательно к таким блузам в наступающем сезоне. Теперь пройдемся по обуви. Самый модный вариант обуви будет с квадратным носом, вот таким прям рубленным, может быть даже немножко некрасивым, но квадратным носом. Скажу сразу, что конечно модные тенденции никогда не подразумевают коррекцию фигуры, поэтому естественно, что они будут резать ногу, естественно, что не на каждой ноге далеко будут смотреться хорошо, но тем не менее мода такова. В идеале я бы оставила в гардеробе либо острый нос, очень острый как в 90-х, либо нос тупой квадратной формы, потому что полукруглый нос на сегодняшний день не совсем актуален. Естественно, не буду вам говорить срочно выбрасывайте полукруглый нос, потому что обувь бывает очень и очень разной и нужно всегда смотреть. Поэтому, чтобы не быть голословной, я этого говорить не буду. Кстати, в инстаграме у меня есть бесплатная школа стиля, где раз в неделю мы разбираем образы участниц. Школа называется Dash Style School, вот здесь вам оставлю название аккаунта и также в описании видео тоже сможете найти ссылочку. Школа абсолютно бесплатная, все, что нужно сделать, просто подписаться и вы будете получать ежедневно стильный урок и плюс сможете задавать свои вопросы и участвовать в модных разборах. Это, кстати говоря, очень интересно, у нас там теплая атмосфера. Я делаю каждую понедельник прямой эфир, где я разбираю образы участниц, а потом мы еще делаем такую классную визуализацию в постах и в сторис, где вы можете посмотреть, как я бы предложила реализовать те идеи, которые я озвучила в прямом эфире. В общем, присоединяйтесь, все ссылочки оставляю. Следующий вариант обуви, который я бы рекомендовала на эту осень, это грубые ботинки в стиле Dr. Martens. На самом деле тоже одна из классных тенденций, потому что с точки зрения удобства и комфорта это очень-очень удобно, особенно в российских осенних реалиях. Поскольку стиль гранж очень плотно сейчас и активно сдержался на подиумах, то как раз ботинки в таком стиле, они являются неотъемлемым атрибутом. Ну и дизайнеры стали считать такие ботинки абсолютно со всеми образами. Они, кстати говоря, отлично вписываются как в гранж, так и в женственный романтичный образ. Единственное, куда я бы не стала надевать такие грубые ботинки, это, конечно же, офис и деловой стиль. В остальном, в остальных случаях они будут отлично работать. Можете выбрать высокие, если вам позволяет нога, можете выбрать средние длины. В общем, такие ботинки просто must have сезон. Они могут быть, кстати говоря, в разных цветах. Может быть, могут быть черные, могут быть белые, могут быть коричневые. Выбирайте на свой вкус. Из аксессуаров. Первый аксессуар – это массивные украшения, типа как у меня сейчас. Это, кстати говоря, украшения я не покупала, оно было у меня в моей шкатулке. Именно поэтому я рекомендую никогда не выбрасывать аксессуары, а всегда оставлять их в гардеробе, потому что наступит момент, когда модная стилизация подпадет под них, и можно будет придумать классное сочетание. Так вот, такие массивные украшения в этом сезоне мы с вами будем носить именно с рубашками. Можно вот так, как я сейчас надела под рубашку, можно сверху на воротничок, но имейте в виду, что украшение должно быть именно массивным. Здесь, опять же, мы не говорим о том, чтобы как-то корректировать внешность при помощи такого украшения. Чем крупнее такое украшение относительно ваших черт лица, тем лучше. На самом деле, в украшениях, в принципе, сейчас такая тенденция, что все должно быть очень крупным. Например, это могут быть не только колье, но и серьги, очень-очень крупные серьги. Единственное, что здесь, конечно, обращайте внимание на то, что если вы здесь уже надели какое-то массивное колье, то не нужно добавлять массивных сережек и так далее, несмотря на то, что на показах так ходят. Потому что в жизни все-таки это не будет так классно выглядеть. Но только если вы не снимаете какой-то фэшн-инстаграм с каким-то экстравагантными образами. Ну и давайте про верхнюю одежду. Два варианта самых актуальных. Первый – кейп. Причем кейп может быть в разных проявлениях. Это может быть непосредственно сама накидка, сам кейп, который отдельно носится от всего остального. Он может быть в виде пальто, в виде плаща. А может быть просто сама вещь скроена таким образом, как будто бы два в одном, как будто бы и плащ, и кейп. Этого очень много сейчас на подиумах. То есть такие усиленные элементы в плечевом поясе. Это все будет отлично работать. Кейп, кстати говоря, всегда добавляет стильности и, опять же, отлично работает в системе многослойности, когда вы можете надеть пальто или куртку и сверху добавить кейп. Поэтому я его очень и очень люблю. И часто, кстати говоря, своим клиентам тоже покупаю кейп. Посмотрите на них. И еще одна тенденция про верхнюю одежду. Остаются, конечно же, у нас с вами искусственные шубы, потому что мир в целом движется в сторону более экологичного потребления. Поэтому, естественно, искусственная кожа, искусственный мех никуда не уйдет. И все больше и больше брендов, наоборот, будут работать только на искусственных материалах. Но в этом сезоне появляется такая тенденция, как искусственный мех, который имитирует натуральный. Я помню, что лет, наверное, 10-15 назад со всех экранов телевизоров звучала фраза одного мною уважаемого фэшн-эксперта о том, что если не хватает денег на натуральную шубу, не надо покупать такую же искусственную. Все, те времена прошли. Наоборот, сейчас нужно покупать такую же искусственную. Вот прям, чтобы это напоминало мех волка, мех лисы или любой другой натуральный мех. Тенденция, кстати говоря, и для женского, и для мужского гардероба. Поэтому, если вы планируете покупать этой осенью себе какую-то шубку, присмотритесь вот именно к таким вариантам. Что еще можно сделать, чтобы подготовиться к осенне-зимнему периоду, подготовить свой гардероб? У меня стартует курс алгоритма гардероба 29 июля. Я намеренно выбрала именно эту дату, чтобы к сентябрю мы с вами закончили. Алгоритм гардероба, как и все, что я делаю относительно стиля, построен исключительно на практике. Это не просто какие-то уроки по стилю. Это настоящая практика погружения в ваш собственный гардероб. И на курсе мы разбираем именно ваш гардероб. То есть, вы его реально сортируете под моим руководством или под руководством куратора. Вы его реально перебираете. Вы изучаете то, какими вещами вы должны наполнить свой собственный персональный гардероб. Составляете сами капсулу. Я учу это делать. Составляете сами шоппинг-лист. Я его обязательно проверяю, чтобы все покупочки у вас были вычищены и были точечными. И таким образом, к сентябрю вы подходите с разобранным шкафом, с готовым шоппинг-листом и просто наслаждаетесь покупками на ближайшую осень, не совершая лишних покупок. Вот это лучшее решение для того, чтобы раз и навсегда разобраться со своим осенне-зимним гардеробом. Поэтому, кому актуально, я вас с удовольствием приглашаю. У нас не так много мест, к сожалению, осталось. Но, тем не менее, ссылочки оставляю также в описании этого видео. Следующий курс алгоритма гардероба будет, скорее всего, не раньше середины осени. Поэтому успевайте в этот набор, если хотите, к осени во всеоружии приступить. Ну и, конечно же, не забывайте про бесплатную школу стиля в Instagram. Обязательно на нее подписывайтесь, Dash Style School. И принимайте участие в моих разборах. На этом все. Я с вами прощаюсь. И увидимся в следующем видео. Пока-пока.